Ребята, всем привет! Вы на канале Никита ТВ Games и мы сегодня играем в хищные тачки. Кар и Скар 3 часть. Как вы знаете, скоро они обновятся. По традиции, в конце октября на Хэллоуин будет обновление. Появятся новые тачки, новые бомбы и новые локации. Из прошлой серии, ребята, мы с вами уже посмотрели, что у нас появится новый дрон. Появится вот такой вот крабик. И также, ребята, мы с вами затестили бомбочку. Такая у нас будет водяная бомба. Бомбочка крутая. Появляются голодные пираньи, которые с удовольствием съедают врагов. Но кроме бомбы и кроме нового дрона, у нас, ребята, будет новая машина. Уже известно, что первая тачка это будет... Как мы с вами раньше смотрели по фоткам, была какая-то рыбеха. И давайте сейчас посмотрим, что это за рыбеха. А это, ребята, барракуда. Вот такая вот у нас рыбка. Ее можно будет найти в подземелье. То есть в подземелье у нас появится, как мы с вами и планировали, очередная локация. Именно водная локация. Так, давайте сначала заценим рыбеху. Что мы видим? Три пары колес. Чешуя такая синенькая. Плавнички. Хвост. Хвост, зубы. Кстати, тачка немного похожа на магмозавра, я бы сказал. Давайте сейчас откроем магмозаврика. А, у нас магмозавр бронированный уже плохо. Понятно. Но, по-моему, вот маленький магмозаврик. Череп магмозавра был очень похож на эту рыбеху. Пока, естественно, я ее открыть не могу. Поэтому ждем, когда будет, конечно же, обновление, чтобы ее разблокировать. Ну, теперь давайте перейдем в подземелье. Там должна появиться новая локация. Там, где у нас остров, вы заметили по предыдущему видео, что есть такая воронка своеобразная. И мы видим, что именно сюда мы можем спуститься, получается, под воду и оказаться на новой локации. Как это у нас было? Мы в пещеру спускались, как в канализацию спускались и как спускались в вулкан. Ну что, давайте жмяхаем. И мы сейчас окажемся, ребята, на новой локации. Так, вот она, ребята, новая локация. Да, здесь будет, как и раньше, мы собираем кристаллики. И, скорее всего, у нас, когда выйдет обновление, появятся какие-то условия для того, чтобы открыть, возможно, эту новую тачку, барракуду. Или, может, здесь появится какое-нибудь яйцо, которое мы соберем и будем инкубировать. В общем, пока неизвестно. Ждем обновления. Но что мы видим? Рыбки плавают, водоросли. Ну, короче, подводная локация. Она под островом и, получается, такой у нас своеобразный подводный мир появится. Пока я тоже играть, естественно, не могу. Ждем обновления. Будет очень интересно сразиться. И что мы, ребята, видим? Здесь же, ребята, есть боссик. Как и с вулканической локацией, мы также можем сразиться с боссом барракуда. У нас на вулкане был босс магмазавр и тачка магмазавр. Так же самое сейчас будет. Будет босс барракуда. И плюс у нас потом появится тачка барракуда. И здесь, видно, ребята, уже есть какое-то яйцо. Возможно, мы пройдем все эти уровни. Пройдем, ребята, все эти уровни. Победим босса. И тогда, наверное, заберем это яйцо. А вот это как раз таки яйцо, из которого мы будем инкубировать тачку барракуду. Ну что, очень интересно, ребята. Ждем, когда выйдет обновление. И с вами тогда обязательно все это дело затестим. Так, а сейчас, ребята, давайте возьмем какую-нибудь водную тачку. У нас там мегалодон, акула, которую мы, кстати, собрали из пиратов на острове. Эту тачку можно смело отнести к водным тачкам. Поэтому ее берем и тестим на острове. По острову покатаемся. И заодно посмотрим, как эта бомбочка сейчас у нас будет отнимать нам здоровье или нет. Так, я рандомно выбрал первый попавшийся уровень. 43-й пускай будет. А, я хотел дроны отключить в прошлый раз. Забыл это сделать сейчас. Ну ладно, давайте посмотрим. Как у нас водяная бомбочка. Потому что вроде бы было небольшое обновление в плей-маркете. И возможно, у нас сейчас бомбочка не будет у меня отнимать жизняки. Мне кажется, это неправильно. Так, я скинул. Опа, смотри, тебе-то рыбки ко мне прилипают уже. Так. А не, сейчас все нормально. Вроде жизнь уже не отнимается. Давайте еще раз бросим. Не, все, да, видите. Бомбочка все-таки не должна нам отнимать урон. Так, хорошо, давайте сейчас эту бомбочку мы закинем на фигни чувачков. Так, пиратики. Надо на пиратик затестить их. Надеюсь, это мои бомбочки отняли, нет? Так, да, они вроде такой кучей пираний нападают. Нападают на пиратов. Так. Пока мимо. По-моему, если мы попадем, тогда они сразу обволакивают тачку. Или нет? Дема, это что такое? Надо дронов убирать срочно. С этими дронами не могу нормально... О, да, видите, попал. Это гражданского. Мы гражданского скушали. Так, а интересно с босиком, ребята. На босика будут эти рыбы нападать пираньи или не будут? Точно, давайте. Давайте сейчас отключим дроны. Так, все, дроны убрал. Ну, давай. Новая бомбочка, пираньи. Новые такие помощники у меня появились. Сейчас будем их травить на босик. А так, вот он босик. Скидываю. Опа. Да, ребята, смотрите. Рыбы накинулись на боса. И они там неплохо так ему отнимают. По-моему, это самая крутая бомба, ребята. Если так и останется после обновления. Давай, ну давай. Появляйтесь быстрее. Опа. На тебе. Я закинул. Ух ты, я промазал. Там была хпшка, а я не взял ее. Так, поддержка с воздуха. Не думаю, что она мне поможет. Мне надо срочно жизнь найти. Хотя у меня есть 4 бомбежки. Куча рыбек сброшу. А, вот она. Есть. Взял, подлечился. Хорошо. Ну что, где подлодка? На тебе. Смотрите, сколько я рыбек. Сколько пиранев накинул на подлодку. И мы ее сразу же, ребята, сели. Короче, бомба просто мочняцкая. Так что обязательно, обязательно ее покупайте, когда выйдет обновление. Мне доступен ранний доступ из-за того, что я снимаю на YouTube видосы про Карр и Скарр. Поэтому разработчики мне раньше других предоставляют какие-то обновления. Ну что, ребята, на этом все. С вами был Никита. До скорого. Пока.